то есть если для моткового садов у бахпаста он очень сильно распространен вот это я не знаю почему почему проще таким работать на полную рамку это мое личное мнение каждый хочет держать то чего хочет и как просто смысл чем больше рамок тем больше геморроя сейчас зайку слушать пластиковый то же самое получается еще и крыша так получается лишь когда они растут можно корпус ставь потом она кормушку поставить потом она крышу и все это купишь пока это еще и защитную крышку крышка одна только 11 евро стоит жестяночка вот эта жестяночка стоит 11 евро 12 11 90 30 30 евро джентр 1 95 джентр 5 рамки решетки разные металлические решетки джентр 6 евро кормушка вернее 6 евро стоит кожухи джентр 460 а вот так вот да смотри видишь изделия разного цвета вот это вот пластмасса которую можно кидать но в кипяток ну то есть она не ведется вот эти рамки пауэра 20 для пидеи ты бросил их повело а вот эти пауэра 95 то есть более термостойкая как назвать да не поплавится не покоробятся не ведет а вот и сами джентр и сейчас джентр 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 63 до 63 50 75 даже что-то повозка попадает сырьевой воск джентр джентр ой короче это не знаю это они придумали это они придумали короче это они придумали убивать не кажется но все там действует и короче там внутри у них проблемы были они даже с кем-то чуть не до суда доходили даже может был суд короче в журнале написали все это туфтамины и заявили я не знаю чем там все закончилось вон изоляторы хмары не ну блин ну видишь подключается это как аккумуляторы все подключается там я не знаю как все функционирует ну нет нет надержится да это все что обработки касается вот это вот усыть клетча с моим прибором то есть пчелы засыпаются газ сдается газ сдается пчелы усыпляются трясешь и то есть ну осыпь клетча так сказать смотри сахарная пудра так же делается всякие жидкости салфетки кислоты все это все обработка испарители это в общем все для обработки иди же смотри Денис опять же это жукала из которого которого еще нет ну будет да это для свечек все фитиля то есть ты видишь сечение фитиля разное мы еще сделали специально для свечек разноцветную овощину делаем специально для свечек крутить наверное что ли свечки да есть там красные, синие, зеленые да для свечей какие хочешь цвета это формы все да видишь там образцы номера номерованы и сюда потом ищешь набираешься все продумано продумано классно в магазине классный не рушен Эдуард Эдель нет бонбон с фабрик русский что ли он получается Эдуард ну вот вот это по словам это и как так но так 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 Продолжение следует... 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 штурма раз ты сдал тонну мёда и получил 5000 евро все ты уже миллионер да а мы типа а мы типа сдали тонну мёда по 1 и 7 и мы бедные вот мы я хочу ну как бы соотношение понятно что не все так плохо у нас получается естественно ваня смотри стоит 48000 100 номер туда делим на 800 гривен улей четыре корпуса но и 4 деревян да мы получаем шесть открытку те же там те же то есть получается они да ну да пушеве только только в дереве но вас дерево не у нас и точно такая дерево одинаково стоит там разница центры смысл то что я не буду говорить про изделий который у нас все равно у вас улей деревянные я смотрел на виски 100 100 130 евро правильно а у нас он одешевле найти я находил за 86 грубо говоря мне вот это вот выходит комплект короче но если решетку куплю все вообще комплект ну просто объясню да чтобы запустить то есть улей ну в работу да и на 150 евро то есть это краска решетка рамки ващина ну то есть вот ну которые мы готовы к работе будет то есть это еще пусть комплект плюс комплект а у нас рамки сколько стоит короче смотри я скажу как я считаю вот то есть грубо говоря я трачу 150 евро на готовую рабочую семью да то есть вот которая будет работать ну без пчел это без пчел а пчелы почем про то семья 130 плюс 150 плюс 130 280 евро то есть 280 я не считаю потому что я же не покупаю вот если 150 разделить на 420 да цену сегодняшнюю берем будем реалистичные да то мне надо получить 735 килограммов меда то есть не считая моих вложений на бензин работаю все грубо говоря еще ну как 7 килограммов плюс у меня будет ну короче у нас как бы поймать за год но я считаю по своей схеме то есть вот это я купил до час деньги отдал это сезон отработать я получу свои деньги обратно а на следующий год это уже будет плюс работы ну вы видели ее смотри допустим как сказать от региона к реке он я не против дерева ничего но у меня невозможно как бы дерево лежать это реально вот у меня я считаю что мы увидели да я есть дерево которое оно лопается не знаю может качество такое или что я два раза пробовал два раза как бы ни о чем почему я щас уберу сейчас короче как бы штиль такой идет он сам сказал короче кто сейчас не успеет потом не купит вообще по всем продуктам в этом году если допустим не будут падежать пчел всем людям придется докупать угля там рамки ну то есть получается ну-ка миненбуг я называю то есть на себе будет смертность большая ничего не покупать наоборот у всех на работе поэтому зимой у меня было почему я деревянного улева те 25 штук пролетел с ульями короче заказала все договорились а потом ну так наша русская ось потом 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 и потом короче, получилось сутка о том, что 10 недель на обожжение, а они не стали цену ниже делать, потому что зачем им менее ниже продать, если они за нормальные деньги продают. Плюс еще вообще вся торговля оценена на том, как бы вообще с кем бы я не работал в Германии, оцелена на то, что тебе, короче, как сказать, вот если я большой пчеловод, да, могу приехать, да, магазин и выглядеть просто, ну, допустим, ващину всю забрать, решетку всю забрать, потом, когда маленькие пчеловоды приходят, допустим, они постоянно тут закупаются, он придет, скажет, мне решетку надо. Он – «Хопа», а у меня нет решеток, кому надо сейчас. Он начнет искать в интернете где-то, то есть клиенты ходят в другой интернет магазин, ну, грубо говоря, и они боются этого, поэтому для этого они продают тоже много. То есть все, ну, заранее. – Всегда должен быть остаток для маленького пчеловода. – Да, потому что маленький пчеловод, как никакие, допустим, большой пчеловод растет, растет, растет и все остается, ну грубо говоря. Ну, к примеру, это ну, опять же… – А маленькие в дальнейшем встаники. – А маленькие пчеловоды постоянно, они же появляются и исчезают, появляются и исчезают, и постоянно покупать что-то надо, но это мое, это мое личное мнение, потому что я стал связаться с таким, короче, я приехал там в магазин, где были, забрал все решетки, приезжай к нему, что решетки пришли, а мне его не продавец отдал, а у нас уже были насчет этого проблемы, что я забирал все, а он на складе решетки искал неделю, он говорит, я их уже неделю, еще их нету, я их забрал, так думаю, да пс, понятненько, ну что ж, поехали. Короче, лучше зимой закупаться в любом случае, единственное, что покрасить не успеешь. Субтитры сделал DimaTorzok